Что произойдет с россиянами, которые нелегально заехали жить в Крым после оккупации Украинского Крыма Российской Федерацией? Ну что вам сказать, ребята? А что происходит с двором, которого взяли на горячем и какая его ожидает судьба? Какая судьба ожидала судецких немцев? Какая судьба ожидала всяких советских переселенцев в Эстонию, Латвию и Литву? Естественно, ну скажем так, это может быть депортация, это может быть мягкий какой-то вариант депортации, но понятно, что после возвращения Крыма к Украине этим людям, во-первых, они бы покупали недвижимость себе, неизвестно по чьим законам, по российским каким-то законам, по фейковым, естественно, потому что Россия никакого отношения к Украинскому Крыму, естественно, же не имеет. Соответственно, этим людям, я не знаю, что будет с их недвижимостью, скорее всего, она будет конфискована и передана бывшим владельцам, потому что все российские бумаги окажутся недействительными, какими они и есть на самом деле. Российские граждане, которые приедут, приехали уже в Крым по поддельным российским документам, скорее всего, им придется вернуться на родину к себе, в Россию назад. А те, кто захотят остаться в Крыму, им придется претендувать на украинское гражданство, сдавать экзамены с украинской мовы, учить язык, учить историю Украины и, как любому другому жителю Украины, иностранному, доказывать, что вы достойны быть гражданами Украины. Так что, господа оккупанты, учить украинскую мову. Это вам допоможе после возвращения Крыма к Украине.